Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, пользователи канала. Сегодня четверг, 8 декабря 2022 года. Я вас приветствую из Брюсселя и продолжаю говорить о политике. Сегодня, как вы видите, я выбрала в качестве мизансцены эту прекрасную красную дорожку. Я это делаю неспроста, поскольку сегодня в Россию, после 14 лет американского плена, возвращается сам Виктор Бут. Он не нуждается в представлении, вы все знаете, кто это такой. И, конечно, то, что он отсидел по сфабрикованному делу 14 лет, и его вызвали ли только сейчас, это не комплимент лавровской дипломатии, потому что они прекрасно знали, и все прекрасно знали, что дело сфабриковали. И международные специалисты говорили о том, что провокация преступления является преступлением как таковое. То, что сделали агенты ЦРУ, когда они пытались спровоцировать Бут на этот разговор, это само по себе нарушение права. То есть еще одно подтверждение того, что ЦРУ — это просто беспредельщики, но мы это все знаем, это знают и сами сотрудники ЦРУ. Но как бы то ни было, сегодня действительно совершенно невероятный день истории, потому что очень многие потеряли надежду, что справедливость хотя бы в какой-то степени восторжествует, потому что его осудили на 25 лет, то есть он отсидел большую часть этого срока, отсидел в американской тюрьме, у него проблемы со здоровьем. Мы знаем, что в этой ситуации обмена сыграл роль принц бин Сальман, это известный персонаж, известный саудит, самый известный саудит в мире, видите, сколько персонажей, сколько личностей. Он действительно сыграл роль, и об этом был даже пресс-релиз, саудиты выпустили пресс-релиз о том, какую роль играла саудовская дипломатия в этом обмене, его обменяли, Виктор Бута, как вы знаете, или большинство из вас, я полагаю, в настоящий момент уже знает, на Бритни Грайнер, на эту олимпийскую чемпионку, и за нее вступился Байден, конечно, это был своего рода подарок, новогодний подарок, рождественский подарок американской публике, потому что за нее очень переживали многие, что она осуждена на 9 лет тюрьмы в России, в такой жуткой стране, которая является спонсором терроризма и так далее и тому подобное, и она также писала Байдену просьбу также в числе других заключенных позаботиться и о ней, она очень скромно его попросила, он это подчеркивал. Какой прием будет оказан Виктору Буту, в настоящий момент мне неизвестно, потому что в российской прессе нет никакой информации, кроме той, что его пригласили в Думу для того, чтобы он выступил, то есть он будет встречаться, в каком формате ни написали, то есть это будет закрытая встреча, это будет открытая встреча, или то и другое, то есть частично эта встреча будет открыта, а частично закрыта. Я извиняюсь, здесь сегодня очень-очень шумный день, то есть здесь вокруг меня колоссальное количество людей и происшествий, поэтому без шума снимать невозможно, то есть куда бы я не пыталась спрятаться, ну кроме той лошади, которая вам так понравилась, она как-то отпугивает посетителей, но мне хотелось показать вам эту красную дорожку. Итак, саудиты сыграли выдающуюся роль в этом обмене, он состоялся в Абу-Дабе, туда вылетел соответственно российский самолет с Бритни Грайнер, туда вылетел американский самолет с Виктором Бутом и соответствующие службы, направили их на родину. Я не сомневаюсь, что Грайнер будет оказан в супер прием, какой прием будет оказан Виктору Буту мы посмотрим и вообще какие действия в отношении него будут предпринимать российские власти, потому что он конечно пострадал, он очень пострадал, потому что, как я уже говорила, лавровская дипломатия показала себя не на высоте, потому что 14 лет в американской тюрьме, это просто нахождение в пыточных условиях, тем более, что к нему в Америке относятся как к торговцу смертью, к нему отношение было с самого начала предвзятым, его судили не за то, что он сделал, и у них не было никаких доказательств того, что он торговал оружием, но его судили на основании этого сфабрикованного в Таиланде дела и т.д. и т.п. Вы можете почитать, это целый эпос, тело Бута, это целый эпос, но меня интересует то, что сделает российское государство для того, чтобы хотя бы в какой-то степени искупить свою вину перед ним, что они его фактически не лоббировали, я считаю, это мое мнение, я считаю, что его не лоббировали. Если он сидел 14 лет в тюрьме, значит, серьезно этим не занимались. Я уверена, что они могли бы обменять его на целую группу оказавшихся в руках российского правосудия, американских шпионов и т.д. и т.п. Поэтому 14 лет это, конечно, не простительно. Но, тем не менее, сейчас он там, сейчас он уже в России или на пути в Россию, и, соответственно, что будет делать Дума в его отношении, как они будут пытаться ему это компенсировать как-то, потому что я не могу сказать, что они все не виноваты. Они виноваты в том, что они вот так слабо лоббировали, потому что видите, как американцы лоббировали Грайна. Оказалось, что просто в кратчайшие сроки ее вернули на родину, то есть при посредничестве саудзитов, конечно. Но, видимо, Байден хотел сделать такой подарок, новогодний подарок американскому народу. Она известная спортсменка, олимпийская чемпионка. И, конечно, это прибавит такого праздничного настроения американцам. Но, что касается России, то, во-первых, кто его будет встречать, как его будут встречать, конечно, скорее всего, будут встречать члены его семьи, его жена, его дочь. Но кто из официальных лиц, опять-таки, при каком протоколе покажут ли они эту встречу? Это, конечно, все очень интересно. Мне тоже это очень интересно. Я пока что не поняла по настрою российской прессы, что они собираются делать, потому что, несомненно, он уже заработал колоссальный политический капитал, поэтому логично было бы предположить то, что ему предложат место в политике. Но какое? Какое, вы думаете, ему предложат место в политике, дорогие друзья и пользователи канала? Я думаю, что ему должны предложить что-то, и что-то очень значимое. Мне так представляется, потому что после всего того, что он пережил, после того, как он был жертвой ЦРУ, не он один, конечно, но 14 лет тюрьмы, как я сказала, сфабрикованное дело, квази-лоббирование, то есть я не верю в то, что его серьезно действительно лоббировали, потому что иначе они бы очень быстро преуспели, если бы захотели, то есть они действовали весьма вяло. Потом я считаю, что это было недопустимо, что выводили в кандалах, скажем, и так далее, и тому подобное. То есть на месте лоброва я бы действовала жестко, но, дорогие россияне, я не ваш министр иностранных дел, поэтому, видите, у вас дела обстоят иначе. Я бы поставила вопрос очень жестко, и я бы не позволила гражданина России держать в таком плену 14 лет. На самом деле, американцы лоббируют своих граждан, французы лоббируют очень-очень активно. То есть такого, как в России, безразличия нет. И они лоббируют действительно настоящих преступников, то есть не то, что люди не виноваты, потому что никаких доказательств того, что Виктор Бут был действительно торговцем смертью, просто нет. Поэтому нужно было фабриковать это дело, нужно было сфабриковать эту ситуацию, все это подстроить, потому что у ЦРУ не было никаких доказательств. Но американцы лоббируют свои граждане, россияне свои граждане не лоббируют, потому что 14 лет тюрьмы это не успех лавровской дипломатии. И, подводя итоги тому, что я сказала, мы будем сейчас ждать, что же ему предложат в качестве хотя бы некоторой компенсации. Конечно, если он согласится, если он хочет заниматься политикой, чем он хочет заниматься, в каком он состоянии. Потому что были репортажи, прошла информация о том, что он в тяжелом состоянии, что его здоровье очень пострадало, что не мудрено 14 лет в американской тюрьме в жутких условиях, потому что с ним общались как с террористом. Но я хотела бы сказать, теперь, видимо, со многими другими тоже будут так обращаться, кто из России, потому что Россия теперь спонсор терроризма, как вы знаете. Но чтобы завершить этот материал на мажорной ноте, я скажу, что, конечно, это замечательно, что человек, который так пострадал от беспредела ЦРУ, возвращается на родину, возвращается к своей семье, к своей жене, к своей дочери, которая фактически выросла без отца. То есть это положительная новость, хотя она могла быть намного более положительной, дорогие друзья. Что думаете по этому поводу вы, что вы думаете по поводу проделок ЦРУ? Мне хотелось бы о них поговорить, потому что в последнее время появилась масса информации о том, чем они занимаются и как они нарушают законы. Хотя, в принципе, американцы, американские журналисты, исследователи, они очень много книг написали, можно заполнить целую библиотеку, о том, какой беспредел творят агенты ЦРУ. И вообще, это самые большие беспредельщики в мире. Дорогие друзья, я надеюсь, что Виктора Бутта, который является жертвой беспредела ЦРУ, потому что я выступаю за государство права, то есть я осуждаю то, что они с ним сделали. И я надеюсь, что его тоже, как жертву беспредела, в России встретят красной дорожкой. Дорогие друзья, жду ваших реакций и желаю всем прекрасного вечера.